С начала этой зимы дорожно-эксплуатационные учреждения Новосибирска вывезли из городских магистралей и улиц более 370 тысяч кубометров снега. Но настоящим испытанием для коммунальщиков стала прошедшая снежная неделя. Как дорожники борются со снегопадом и какую используют для этого технику, расскажем далее в прецеденте. В этом сезоне на уборку городских тротуаров дорожники вывели новую технику. Эти компактные машины в разы эффективнее обычного рабочего, вооруженного лопатой и метлой. Эти машины приобретались для работы в стесненных условиях. Не везде заходит малогабаритная техника, те же фронтальные погрузчики с бортовым поворотом. А дорожным рабочим весьма сложно убирать большие объемы. Снежная масса, которая там накапливается, вот эти машины и выполняет эту функцию. Пока и в городе всего 10 штук, из которых 4 находятся в автопарке ДЭУ-1 и задействованы для уборки тротуаров в Центральном округе и Октябрьском районе. Вообще таких машин нужно как минимум в три раза больше, чтобы в каждой смене их было не меньше трех штук. До конца этого года коммунальщики планируют получить еще два десятка снегоуборочных машин. Но по словам начальника управления автомобильных дорог мэрии, покупка новой техники нивелируется с писанием старой. Поэтому сказать, что с каждой закупкой техники в муниципалитет у нас уходит необходимость в больших объемах этой техники, ну, наверное, неправда будет. В этом году мы закупили 10 погрузчиков, гридер, лаповый снегопогрузчик и 8 единиц коммунальных дорожных машин. Тем не менее, дорожно-эксплуатационные учреждения Новосибирска по-прежнему испытывают дефицит и в кадрах, и в технике для оперативного реагирования на изменения погодных условий. Только силами ДО-1 содержится 3 миллиона квадратных метров дорог в четырех районах города. За сутки от снега убирается порядка 200 километров тротуаров. Но не всегда за эту работу даже сами дорожники готовы поставить себе пятерку. Сегодня сложная ситуация. Я не могу сказать, что я удовлетворен работой по уборке тротуаров на сегодняшний день. Но все равно ситуацию мы держим под контролем и будем ее улучшить. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Редактор субтитров А.Семкин